Приветствую вас. Вы знаете, я думаю, что согласившись в принципе со своими коллегами, я все же выскажу свое несколько отличное мнение по данному вопросу, потому что мне кажется, что недоскрыты некоторые моменты. А вам, как для человека, который чего-то не знает, это действительно очень важно, и я думаю, что в данном случае важно именно понять, что происходит. Итак, во-первых, слово «голит». Слово странное, не совсем такое оно складное, я бы предпочитал больше слова «мания», вот, то есть, ну, «игромания», да, там, «наркомания», да, и так далее. Понятно, что алкоголик, понятно, что трудоголик, но все же «мания» это в большей степени. Вот. Значит, что такое «голизм»? «Голизм» это когда человек по сути имеет, к примеру, какие-то навязчивые идеи по поводу чего-либо, и постоянно, например, например, все свободное время свое, человек этим занимается. И, на мой взгляд, на мой взгляд, именно так, собственно, и проявляется алкоголизм. То есть, алкоголизм проявляется именно в том, что человек, грубо говоря, он от чего-то очень сильно зависит. Ну, это действительно необязательно может быть наркомания, это действительно необязательно может быть алкоголизм, это действительно не обязательно может быть что-то такое вот однозначно, но тем не менее, тем не менее, тот факт, что у человека есть зависимость, ну как бы уже немного настораживает, да, уже немного настораживает и вызывает вопросы, в том смысле, что, так а, от чего зависимость, да, почему зависимость у человека, в результате чего это зависимость имеет место быть, как она влияет на его жизнь, но совершенно очевидно, что такой человек, да, является несвободным, к сожалению, вот это совершенно однозначно история, что человек является несвободным, и его несвобода может, ну, достаточно сильно и серьезно на вас в отношениях влияет. Дальше, также он сказал, что это душевная травма, значит, понимаете, нет, нет, здесь тоже не совсем все верно, дело в том, что душевная травма душевная травма, галлизма быть не может, галлизм может выступать в качестве компенсации душевной травмы, галлизм может выступать в качестве купирования негативных последствий душевной травмы, это да, это может, но сам по себе галлизм не является душевная травма, а душевная травма является что-то другое, к примеру, измена, потеря родителя, потеря близкого человека, там, к примеру, какое-то насилие, там, допустим, ну, то есть вот что-то такое, вот что-то вот связанное с очень тяжелыми и травматичными, травматичными обстоятельствами в жизни, вот, поэтому я бы сказал, что галлизм не может быть, на что-то, именно травм, вот, именно проявлением травмы, но галлизм может быть симптомом, и человек, в принципе, да, он может воспринимать какую-то свою зависимость как травму и считать, что вот, раз у меня зависимость, значит, это последствия травмы, значит, это травма, нет, это не травма, это последствия травмы, а травма сама в другом. В данном случае галлизм нужен для того, чтобы человек, по факту, чтобы он сохранял, ну, какой-то, вот, знаете, может быть, какой-то, может быть, позитивный момент, какой-то равновесие, баланс, потому что, ну, любое человеческое существо, да, оно стремится к балансу, любое, абсолютно, человеческое существо, то есть это нормально, это нормально. В данном случае. Вот. Что касается диагнозов, то здесь, как правильно мои коллеги сказали, что этим занимаются психотерапевты, клинические психологи, мы не являемся клиническими психологами, по крайней мере, я точно, и, соответственно, говорить о том, чтобы говорить о диагнозах нельзя. Вот. Ну, как бы здесь все достаточно просто, поэтому я выскажу предположение, что галлин является одним из проявлений посттермозитического синдрома. Вот. Ну, это, опять же, это даже не диагноз, это просто констатация очевидного факта. Вот. А дальше, какие еще есть диагнозы, характеризующие душевные травмы, название которых оканчиваются на голик? Нет, Светлана, нет, 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 нет. Вы поймите, вы поймите, что травма, душевная травма и голик не имеют ничего общего. Вот именно, как бы, сами по себе не имеют ничего общего. Это абсолютно разные вещи. Вещь. Голик – это зависимость. Голизм – это зависимость. Понимаете? Это именно зависимость. А травма, она вообще в другом. Наиболее, наиболее ярким, явным проявлением травматизма, ну, травматизма, травматичность, можно назвать расщепление. Это такое психологическое состояние, условно говоря, при котором человек о себе думает одно, а на самом деле все обстоит по-другому. То есть на самом деле человек вообще представляет от себя совсем другое. То есть расщепление происходит. Расщепление происходит тогда, когда, к примеру, ребенок ждет, допустим, что его будут любить, к примеру. Вот. Его, к примеру, не любят. Да? То есть ему говорят, что, ну, допустим, что он должен быть, к примеру, другим. Он должен быть, к примеру, там, каким-то иным. Вот. Ребенок этого сделать не может. Он не может стать другим, но он и не может быть тем, кто он есть, потому что он видит, что это вызывает по факту только лишь обсуждение. Вот. И происходит расщепление. Это наиболее типовой, наиболее распространенный механизм травм. Расщепление присутствует практически везде. В любом травмирующем событии, в любом травмирующем обстоятельстве присутствует элемент расщепления. Так или иначе. Но расщепление не является диагнозом. Расщепление – это скорее состояние личности. Расщепление – это скорее… Ну, иногда расщепление называют в том числе и психологической защитой. Вот. Хотя, именно защитой она не является. Или оно, это состояние, не является психологической защитой. Вот. Так что, вот примерно так. Я хочу, чтобы вы поняли, что ваш вопрос, который вы задаёте, да, он, к сожалению, является в корне неверным. Вот. И он, в общем и целом противоречит, как бы, науке. Но это нормально. Это абсолютно нормально, что есть такой противоречий, и вы не профессионал. На против, в принципе, это хорошо, что вы пытаетесь разобраться, пытаетесь понять. Вот. Другое дело, что, может быть, вам не стоит как-то переусердствовать в этом. Потому что, ну, ничего хорошего в этом плане выйдет, так или иначе. Вот. Но это уже… Это уже детали. Это уже детали. Это уже вам решат, что тут нужно будет. Значит… Я не согласен с коллегами, точнее, не согласен с коллегой Игорем Летучим, что мужчина, рассказав вам это, хочет выдать жалость. То есть, хочу, чтобы вы правильно меня поняли, что это не единственный мотив человека. Это не единственный возможный мотив человека. На самом деле. Он может это делать в том числе и потому, в том числе и для того, чтобы вы, к примеру, имели всю информацию о нем сразу. Чтобы это не стало, чтобы это не стало, к примеру, для вас откровением, чтобы это не… Эм… Не было для вас чем-то… Эм… Странным. Страшным. Неожиданным. Странным. Он… Он… Эм… Не хочет вам врат. И… Хочет, чтобы вы сразу о нем все знали. Вот. Так что жалость здесь… Возможно, но… Не обязательно. На мой взгляд. Да. Это… Необходимо понимать. Вам. То есть, вот вы прочитали про жалость, к примеру, да? Эм… Ну, да. Такая история может быть. Ну, да. Эм… Может, эм… Мужчина, там, к примеру… К это… К этому… К этому, ну… Стремиться. Да. Он может. Эм… Понимаете? Ну, вот. Ага. Я бы, наверное, сказал бы… Больше, если бы вы… Эм… Рассказали… Как вы познакомились… Эм… С человеком. Ну, вот. С мужчиной. Я бы сказал больше. Наверное. Тогда. Эм… Эм… А так, поскольку… Вы… Эм… Эм… Такой информации не предоставили. То, соответственно, нельзя понять, что это за мужчина. Ну, я… Эм… Думаю, что честность – это хорошо. Я всегда считал, что честность – это здорово. Открытость – это тоже хорошо. Вот. Скорее всего, у мужчины уже были… Эм… Эм… Какие-то… Неудачные отношения. Ну, скорее всего, это предположение. Я в этом не уверен. Эм… У него уже были какие-то проблемы. У него уже были какие-то сложности в отношениях. Когда он… Ну, сразу не раскрыл… Не раскрыл сразу, что… Эм… Собственно… Что происходит. Что у него… Как… Каким у него особенности. И… И… Потом в результате, да… Там были какие-то скандалы. Там… Какие-то… Недовольства со стороны. Эм… Партнер. Ну, вот. Что… Кстати говоря… Ну… Вполне… В себе норма. Вот. Вот. Это… 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 Вот… Вот… Вполне… Вполне это норма. Вполне это нормально. Вот. Ну, сейчас он хочет себя обезопасить от этого. Вот. Правда… Эм… Не совсем понятно, почему, если он хочет себя обезопасить, к примеру, почему он не скажет вам… Эм… Прямо. О том… Что, собственно… Собственно… Что… Ну… Эм… Что у него, и о том… Какой конкретно у него… Эголизм. Вот. И так далее. Вот это, конечно… Эм… Не очень. Не очень. Понятно. Почему он не может так сказать. Прямо. Вот. Эм… Но… С другой стороны… Эм… 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 Это уже вопрос, скорее, больше… Эм… Отношений. Вопрос больше, скорее, именно того, как вы взаимодействуете с… Эм… Эм… То есть… Эм… Как вот я и говорил, да. Что если бы вы подоставили бы больше информации… О… Эм… Эм… Ваших отношениях. Эм… Что мы, возможно, могли бы… Эм… Эм… Лучше, лучше вам дать рекомендации. Эм… 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 Фактээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну, относитесь к этому спокойно, абсолютно нейтрально, скажите, как бы, меня это не останавливает, да, ну, к примеру, один из вариантов, что вы можете сказать, меня это не останавливает до тех пор, пока это, к примеру, не вредит мне или нашим отношениям, ну, вот, и всё. И если, вот вы можете ему так и сказать, если я увижу, что это не стоит вред, да, что это как-то вот вредит, то я тебе об этом сразу скажу, и ты либо что-то сделаешь для того, чтобы, к примеру, этого не было, да, то есть ты, к примеру, там, ну, обратишься, там, к психологу, к тому же, вот, что-то ещё сделаешь, вот, либо мы с тобой расширены. Потому что, ну, если алголизм у тебя серьёзный, то, понятное дело, что, оказывается, что отношения, что там, ой, построить будет тяжело, тяжело, без вреда для себя, а вред для себя я, к примеру, не приемлю. Вот так. В этой ситуации лично меня настораживает то, почему вы интересуетесь диагнозом мужчины, то есть вы как будто, знаете, пытаетесь подготовиться к, ну, каким-то вот его, может быть, проявлениям, вот, вы пытаетесь подготовиться к каким-то его негативным аспектам, но зачем? Вы не защитите себя так, вы только потратите очень много энергии, очень много сил, но себя вы не защитите, не сможете себя защитить. Вот. Никак. Поэтому сосредоточиться вам нужно не на том, чтобы пытаться ставить ему диагноз или пытаться искать какие-то научные объяснения того, что он делает, а вам нужно просто взаимодействовать с ним, просто общаться, просто сближаться. И если вдруг когда-то произойдет такая история, что вы выйдете для себя вред, то вам просто нужно будет вовремя из отношений выйти и все. Вот. Это, на мой взгляд, в общем и целом вполне справедливо. Вот. Значит, на этом все. Я полагаю, что на этом, в принципе, мой ответ и закончить вам. Я надеюсь, что помог вам разобраться в этой ситуации. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.